Борьба с прокрастинацией. Почему я... Вот у меня есть планы, у меня есть расписание дня, я его планирую с вечера, а на утро я ничего не делаю. А я нахожусь ли я в контакте со своим внутренним ребенком? Вопрос. Строить свою жизнь из чего необходимо? Из надо или хочу? Потому что когда мы начинаем смотреть в хочу, наши двери открываются. Мы начинаем быть в глубоком контакте сами с собой. Очень частый запрос на психотерапию – это борьба с прокрастинацией. И почему же она возникает, и как с ней бороться? Я хочу эту тему развернуть чуть глубже, и добро пожаловать на мой новый формат. Меня зовут Дмитрий Мелешко, я психолог-психотерапевт с 15-летним опытом. Во-первых, вопрос, который возникает в комментариях, очень часто об этом спрашивают. И была сессия с клиентом, и как раз на этой сессии возник вопрос у человека социально успешного, состоятельного, когда он сказал, почему я... Вот у меня есть планы, у меня есть расписание дня, я его планирую с вечера, а на утро я ничего не делаю. Почему вместо того, чтобы читать полезную книгу, я обнаруживаю себя за бутылочкой пива? Почему вместо того, чтобы идти в спортзал, я готов провести вечер в сигарной комнате? И вот как раз на этот вопрос мы с ним в процессе погружались в его личную историю. И это абсолютно показательно для многих людей, потому что в первую очередь проксидацию я хочу разделить на две части. Первая – это физиологическая и психологическая. Физиологическая – это, пожалуйста, гормоны, наличие железа. Гормональный фон должен быть в норме. И для этого нужно, конечно же, это проверять и устранить. Если мы устраняем физиологическую причину, как в этом случае с моим клиентом, то нам нужно смотреть в психологическую причину. И самый главный вопрос о проксидации – это, наверное, упрется в очень красивой, на мой взгляд, концепции, которая дается в психотерапии, в транзактном анализе, в частности. Это концепция внутреннего ребенка. Кто-то уже об этом слышал, я хочу об этом поделиться чуть-чуть шире. Почему? Потому что в этой красивой концепции укладывается ряд очень мощных идей, что в нашем психическом пространстве есть субличности, которые управляют нашей жизнью. Есть такой, как родитель, есть взрослый, есть ребенок. И я своим клиентам очень часто говорю, ребят, неважно, что вы планируете, неважно, что вы хотите, если вы не учитываете интерес внутреннего ребенка, он всегда побеждает. Когда мы учитываем именно это, то у нас есть понимание, а я нахожусь ли я в контакте со своим внутренним ребенком. Потому что у ребенка есть так называемый физис. Это то, о чем писал еще Эрик Берн. И физис переводится с греческого как природа, как выращивание, как рождение, выводить на свет. И та сила, которая дает жизненную силу, когда мы весной наблюдаем, как набухают почки. Что заставляет птиц вить гнезда, помимо инстинкта? То та жизненная, та природная сила, которая заложена в каждом из нас. И если мы не находимся в контакте с этой силой, она все равно найдет свою дорогу. Вот как эти реки формируют русло, так же в нашей жизни мы можем формировать наше течение согласно нашему внутреннему ритму, нашей внутренней энергии физиса, либо нет. И когда мы разбирали с клиентом его случай, то очень часто я слышал от него слова «надо», «так правильно», «так нужно». Это все, что относится к субличности родителя, к той части эгосостояния, при котором есть правильно, мы знаем, как жить. Это то, что мы интроицируем, находясь в среде с взрослыми, находясь с значимыми фигурами, которые говорят, слушай, правильно вставать рано, правильно питаться, пить побольше водички, держать слово и так далее. Там есть ряд правил, но когда есть внутренний конфликт между родителем и ребенком, то в этом случае всегда выигрывает ребенок. И тогда я предлагаю ознакомиться с его внутренним ощущением. И у многих в этом заключается сложность. На эту тему мы с Павлом снимали целый подкаст о природе внутреннего ребенка и как с ним контактировать. Но здесь я предлагаю вам коротко посмотреть, обратиться внутренним взором, как бы вы представили себя маленьким. Вот если открывается комната, открывается дверь в комнату, и вы видите его, то какой он? Он смотрит на вас, он находится в контакте, он оборачивается, с радостью предлагает вам познакомиться со своими собственными игрушками. Он слышит вас, или он сидит в полоборота, или он вообще, как один из моих клиентов, подарил мне такую метафору красивую, что говорит, эта дверь не открывается, он не хочет мне открывать эту дверь. И тогда возникает главный вопрос. Строить свою жизнь из чего необходимо? Из надо или хочу? Потому что когда мы начинаем смотреть в хочу, наши двери открываются. Мы начинаем быть в глубоком контакте сами с собой. Это та задача, которую ставит перед собой психотерапия. И на мой взгляд, очень успешно это решает. И не важно, в каком возрасте мы находимся, потому что если этого контакта нет, мы не живем тот поток жизни, мы находимся не в том месте, мы находимся, возможно, не с теми людьми, мы игнорируем то, что важно для нас. Мы не знаем, чем заниматься, мы не знаем, чего мы хотим. Звучит внутри нас, может быть, только критикующий голос родителей, который говорит «надо». И мы при этом чувствуем себя очень плохо, когда мы слышим о том, что мы внутри самих себя слышим, что мы не такие, мы неправильные, что мы что-то неправильно делаем. Вместо того, чтобы откликнуться на то, что мы хотим. Первая мысль, которая возникает – «А что же мне получается идти на поводу внутреннего ребенка?» Знаете, простой вопрос. Что делает ребенок, если он в безопасности и он сыт? Чем он будет заниматься? Ответ очень простой. Он будет играть. И вот процесс этой игры, он в нашей жизни разворачивается. Ну, кто-то играет, занимаясь фотосъемкой, кто-то играет, играя на бирже, участвуя в торгах, кто-то строит небоскребы, кто-то выращивает зелень на своем собственном участке. У каждого из нас есть внутренняя тяга. И когда мы синхронизированы с этим, то в нашей жизни есть сила, которую мы можем использовать для повышения ее качества. То, чем, в принципе, и занимаются психотерапией, и чем занимаются ребята на циклах силы – это авторский курс, который уже больше пяти лет, и многие участники обнаруживают эту встречу сами с собой. И если мы понимаем, что если безопасность есть, базовая безопасность существует, ребенок напитан, то тогда куда будет стремиться его увлечение? Что делает маленький мальчик или маленькая девочка, если у него случаются неприятности? Он бежит к маме, он бежит к папе, он получает эту поддержку, и в итоге, успокаиваясь, контейнируя, когда родитель контейнирует его эмоции, он после этого бежит дальше играть, он бежит дальше исследовать этот мир. Важно понять, на каком этапе нашего собственного развития этот ребенок мог остановиться. В двух, трех лет, пяти, семи, десяти, двенадцати, потому что у некоторых есть внутренний подросток, который хочет только одного – выпивать и заниматься промоускуитетом, то есть выбирать себе как можно больше женщин в поиске удовлетворения какой-то глубинной потребности, может быть, в близости, но не зная, как это сделать, будучи взрослым, мы идем на поводу внутреннего ребенка, потому что он всегда побеждает. И неважно, какой ценой, потому что цена может быть очень высока для нас. Удовлетворение этих потребностей может быть не совсем тем способом, который нас устроит. Он может быть даже саморазрушающим. Поэтому я предлагаю изучить более глубоко эту историю для себя, отправиться в это прекрасное путешествие на циклах силы, который позволит вам изучить те собственные задачи развития, которые были на каждой стадии и обнаружить этот контакт с собой, восстановить его. Друзья, я с радостью напоминаю, что на моем YouTube-канале есть огромное количество подкастов, их на данный момент уже 45, где вы найдете ответы на те вопросы, которые, возможно, вас давно беспокоили и можете поделиться в комментариях, что вы для себя обнаруживаете, ваши собственные истории или прочитать истории других людей, потому что они очень мощные, глубокие и наполняющие, на мой взгляд. А также в описании, в закрепленном комментарии есть ссылки на мой YouTube-канал и я приглашаю вас на закрытый эфир, посвященный семи ключевым убеждениям, которые влияют на качество нашей жизни. Приходите, задавайте вопросы, с радостью на них отвечу. А также телеграм-канал, на котором я постоянно публикую полезные и интересные материалы для вас. Спасибо.